Здравствуйте, дорогие Алины! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Дариночка! С праздником! С праздником! С праздником сегодняшнего! Вы знаете, мы так чудесно выбрали сегодняшний день! Сегодня у нас день танца! Совершенно! Мне кажется, это очень символично. Такое спасибо вам большое, что вы согласились на эфир, что мы сделаем такой действительно большой, важный подарок всем артистам, всем танцорам, всем кореографам. Поэтому спасибо вам огромное! Спасибо большое за приглашение! Думаю, сегодня будет интересно, полезно и не скучно, чтобы никто не переживал, что мы с Дарино собираемся всех болить терминами. Да-да-да. Нет-нет-нет. Юля действительно профессионал. Она умеет рассказать. У вас, на самом деле, такой талант рассказать очень сложные вещи очень легким языком. У Юлии есть свой собственный YouTube-канал, очень интересный. На самом деле, через YouTube-канал я вас и узнала. Попав на него, я просидела там два часа. Хотя я очень далека от темы вот этой всей юриспруденции. Мне было очень интересно послушать. Вы крутая! Спасибо большое! Спасибо! Да, три года я уже в этом ютубовстве. И каждый раз все равно учишься чему-то новому. Но самое сложное – это когда ты разговариваешь с пустой камерой. То есть, когда ты выкладываешь видео, ты же видишь, что у тебя смотрят. А когда ты его записываешь, ты говоришь на пустую камеру. Вот, классно, вот такие прямые эфиры. Ты видишь реальных людей. Соответственно, однозначно. Да, знаешь, там ребята с разных городов, они тебя слушают. Это очень интересно, как раз вот такой опыт, когда ты с камерой разговариваешь. Так что, спасибо большое. Это такие пробы. Я не блогер, но если будет интересно, заходите. Там как раз вот именно авторское право. Потому что, на самом деле, я сделала этот канал для того, чтобы не отвечать одни и те же вопросы по сто раз. По миллион раз, сто процентов. Возможности оплатить консультации, с другого города ехать. Вот как раньше. Мы не знали, что можно, оказывается, так много проводить онлайн консультаций. Так что, очень круто. И сейчас тоже все эти прямые эфиры тоже активно проводят. Так что, мы классно проведем с вами всеми время. Да. Там ребята даже писали, что такая большая география. Там с Молдавии я видела, да? С Молдовы тоже, ребята. У вас тут такой будет эфир со всех стран. Да, у нас будет интернациональный эфир. Да, эфир. Еще будет в перемешку с другими странами. Кто-то англоязычный будет пытаться изучать русский язык и тоже слушать, разобраться. Вот. Отлично тоже, тоже. Так, начинаем. Начну немножечко про себя. Расскажу, кто не знает. Здравствуйте. Меня зовут Дарина Константинова. Моя ситомическое имя Дива Дарина. Я являюсь профессиональным хореографом, танцором, преподавателем по восточным танцам и вообще по танцам. Занимаюсь этим уже более 12 лет. Работаю как преподаватель в разных странах мира. Уже побывала со своими мастер-классами в более чем 36 странах. Работаю на самых крупных фестивалях. Очень люблю это дело. Люблю танец безумно. Также являюсь владельцем четырех торговых марок, тоже интернациональных по всему миру. Дива, Дива Дарина, Бей Дива и Дива Стайл. Сейчас под одним из этих торговых марок брендов Бей Дива проходит мой огромный тоже интернациональный курс онлайн по танцу. Из-за того, что начался карантин, я обучаю, тоже сейчас перешла в онлайн жизнь. Самой главной причиной, что меня натолкнуло на этот эфир, это самая приятная ситуация, которая произошла с очень популярным пабликом ВКонтакте «Подслушано», где обсуждаются разные сплетни, где обсуждаются разные новости. И администратор паблика «Подслушано» решил переименовать свой паблик и назваться моим сценическим именем Дива, Дива Белли Данс. На что, естественно, я была очень против и написала письмо администратору паблика, сообщив о том, что это невозможно, что я являюсь владельцем торговых марок. И первым, что сделала администратор паблика, она выложила в общий доступ мое письмо. И вторым, это начались очень бурные обсуждения на эту тему. И когда я читала комментарии, когда я прочитала ответ администратора паблика, я поняла, что в нашей сфере люди абсолютно не разбираются в праве, не в торговых марках, что это такое, зачем они нужны. То есть люди не понимают этого, это очень-очень-очень жаль. Поэтому я решила сделать такой подарок для всех моих коллег, для всех танцоров, для всех подписчиков данного паблика, пригласить Юлию на прямой эфир, чтобы Юлия нам рассказала все тонкости, зачем, куда, когда, для чего. Так что, вот, да. Да, хотела сказать, да, тут, видимо, уже есть активные участники этого паблика, уже тут рассказывают, комментируют. На самом деле, сейчас еще проще расскажу, что Дарина уже в теме много лет, поэтому так легко называет торговые марки, кто не в курсе. Когда мы называем что-то торговой маркой, это уже сложившийся юридический факт, когда мы зарегистрировали что-то. То есть мы не можем назвать торговой маркой, например, просто, что нам нравится, или, как все кричат, у меня свой бренд. Бренд – это торговая марка, то есть зарегистрированное произведение, которое уже получило отклик в мире, что все уже точно знают об этой торговой марке. Ну, условно, там, Шанель, Диор, да, вот мы говорим о таких вот брендах, вот тогда становится брендом. То есть не каждая торговая марка – бренд, и не каждый бренд – торговая марка. Иногда так бывает, что известные люди даже не заморачиваются над регистрацией. Вот у Дарины как раз та история, когда сначала было построение работы, и потом постановка уже как вот становление бренда. Поэтому аккуратно используем слово «бренд», но при этом правильно что делать? Когда у вас есть очень оригинальная какая-то картинка, картинка в сочетании с текстом, просто текст. Даже почему нет, это, кстати, очень популярная тема – регистрировать свои псевдонимы сценические, регистрировать свои имена, даже те, которые по паспорту. Но если по паспорту – это просто имя, а вот когда ты хочешь его использовать там латиницей, английскими словами, там, и разными языками, и использовать в коммерческих целях, и только в тех сферах, в которых нужно, это же не означает, что ты можешь зарегистрировать. И по всему миру мы и нефти добываем, и танцы танцуем, песни поём, медицинские какие-то препараты продаём. Есть отдельные сферы, в которых и можно защищать своё название, картинку, картинку с названием. Это называется торговая марка. И самое крутое, что в каждой стране так получилось, что каждая страна сделала такое сложное, как бы, сложное простым. Есть эти вот сферы, и они у всех одинаковые. И чтобы ещё было проще, они назвались номерами. И вот у Дарины, например, да, есть торговые марки под определёнными номерами классов, так называемой, сферой, в которых используется. То есть это не означает, что от первого по сорок пятый, это означает только те, которые выбраны. И самое основное, те, в которых ты активно работаешь. То есть получается, что у тебя только вот на эту сферу. То есть если я там танцор, я в этой сфере. Если я, не знаю, там, кулинарией занимаюсь, то я тогда беру себе другой класс ресторанного бизнеса. И в этом как раз однозначный плюс, потому что ты в этой сфере можешь только ты с этим названием работать. И плюс ты выбираешь разные страны тоже. Опять-таки нельзя сказать, в Украине зарегистрировал или в России, бегу теперь возмущаться в Китай. Нет, нет, нет. В Китае может быть своя дива Дарина, где-то в Португалии или в Испании. То есть человек понимает, когда он регистрирует свое имя, название, может быть, проект своего названия или серии каких-то обучающих мастер-классов, он знает, что нужно регистрировать только в отдельных классах. Вот так и появляется торговая марка. Да, именно поэтому я тоже в этом всем уже третий-четвертый год в этом всем разбираюсь. Именно поэтому, когда я регистрировала, я не просто зарегистрировала Дива Дарина, я к этому всему, я не только зарегистрировала в сфере шоу-бизнеса, я затронула очень большое, ну, вы видели, у меня очень много классов. Да, да. Вот, потому что и очень много брендов, то есть четыре бренда, не только один. Я себя постаралась обезопасить с разных сторон, вот, и у меня очень, достаточно большое количество классов, чтобы в будущем я могла развиваться, и начиная от одежды, украшения, мероприятия, то есть у меня достаточно очень большая вот эта вот сфера. Вот, и также очень много стран, то есть это не только в Украине, я это зарегистрировала на международном уровне, там огромное количество стран, огромное количество классов, которые зарегистрированы под мою торговую марку. Да, и самое главное, что когда говорят, а зачем, а зачем брать так много, ну, например, регистрация длится около двух лет, сейчас это даже больше длится. Безумно долгий процесс, да. Да, и за этот период человек, боже, я всегда шучу, за этот период мы можем жениться, развестись, родить детей. Передумать. Да, передумать. Мы иногда даже с юристом иногда забываем, а, вы мой юрист, вы тогда два года начинали. То есть это на самом деле такой очень длительный процесс, но самое главное, что нельзя потом что-то добавить. Вот, например, сижу такая полтора года, думаю, о, мне же еще надо, подождите, у меня еще нет регистрирования, давай еще вот это добавить, ничего нельзя. Можно только потом заново начать регистрировать в эти классы. Поэтому я всегда задаю вопрос клиентам, вы точно подумали, вы решили через два года, например, вы свой ресторан соберетесь открыть, вы уверены, что вам не нужен этот класс? Если он не нужен, окей, но если он вам нужен, мы потом начнем процесс сначала. Каждые 10 лет торговую марку нужно продлевать. То есть это не просто на всю жизнь потратили один раз денег. 10 лет проходит, ну, там, 9, там, и потом надо уже продлевать. И мы продлеваем, можно продлевать. Как все те вот эти классы, так можно какой-то класс не продлить. То есть можно, скажем так, за 10 лет поменять немножко свою там направленность, и из всех классов уже не понадобилось что-то. То есть этот процесс достаточно такой интересный, потому что вы должны подумать про будущее. Вот то, о чем вам пытается Дива Дорина рассказать. Думайте на будущее. Да, я вот просто хочу объяснить важность вообще того, что сейчас нам рассказывает Юлия, Юлия, что регистрация торговых марок – это безумно длительный процесс, трудоемкий, который включает в себя колоссальное количество времени, труда, сил, денег. То есть это я начала регистрировать эти бренды, по-моему, в 2018 или 2017 году, и до сих пор как бы вот эта вся тема продлевается. Поэтому очень важно их охранять, очень важно знать, что с ними делать, как их правильно вообще, как с ними работать. И, естественно, когда возникают такие моменты, когда ты вложил 3-4 года в эти торговые марки, и появляются люди, которые в твоей сфере как бы не имеют большого влияния, и они начинают использовать вот торговую марку, на которую ты уже работаешь там десятки лет. Поэтому это очень важно. Да, вот тут я увидела вопрос, опять-таки не очень корректно заданный, но я отвечу. То есть слово «дива» никто не имеет права использовать? Неправильно. Никто не имеет права. Значит, у торговых марок есть территориальный принцип. Территория страны имеет значение. На какой территории зарегистрирована торговая марка? Первое, на что обращаем внимание. То есть, если торговая марка не зарегистрирована на определенно взятой территории, то, которая не охраняется, используем. Второй момент. Торговая марка действует в рамках классов. Например, хотите открыть ресторан «Дива». Ну, вот эти комментарии. Мне просто очень нравились люди, которые кидали комментарии с фототочками. «Ой, это косметология, а вот это ресторан». Ребята, регистрации проходят в определенных сферах. Если сферы ресторанной нету на регистрации, например, допустим, «Дарин» не нужно пока ресторан. Пока что. Это не значит, что не нужно в будущем. И тогда это, пожалуйста, используйте. Но есть и слово «Дива», «Дива Дарина», «Бидива», «Дива Стайл» зарегистрировано в определенных классах. И в определенных еще подклассах, кроме того, что есть класс, еще к нему есть расшифровочка. Потому что, я всегда шучу, есть такой класс 45-й. В нем юридические услуги. Так, в нем есть еще и татуировки, астрология и ритуальные услуги. Так вот, если вы думаете, что вам нужны ритуальные услуги, то да. Но я не претендую на них, у меня только в 45-м классе. Вот такие ударины. Пример просто понятный, что там есть подклассы. Например, если взять Украину. Например, Украина. У меня в Украине зарегистрированы под особыми торговыми марками. У меня зарегистрированы рестораны тоже. Я тоже могу открывать рестораны. У меня есть этот класс на открытие ресторанов не под всеми моими торговыми марками, но под некоторыми. И вот, например, хорошо. Давайте вот такой вот вопрос. Если в Украине у меня зарегистрированы полностью четыре бренда торговой марки, извините, и вот появляется в Украине дива в сфере шоу-бизнеса танцовщица, вот, например, вот эта ситуация, она не имеет права, правильно? Потому что в Украине в данном сфере я зарегистрирована. Да, потому что, ну, на конкретном примере зарегистрирована в сорок первом классе. Запомните, те, кто связаны с шоу-бизнесом, ваш класс сорок первый, прямая туда дорога. Но не лепите все, что там есть, потому что там есть еще спортивные мероприятия, спортивный инвентарь и разная другая история, которая вам не нужна. Там даже, по-моему, бронирование авиабилетов. То есть вам надо просто брать те только исключительно, те там прокат еще оборудования есть, вот. Вот, и вы выбираете только те подклассы, под которыми вам действительно нужно работать. И вы работаете под этими классами и подклассами. И если появляется человек, компания, у которой есть желание по незнанию, по какому-то своему незнанию сделать что-то подобное в этой же сфере, то у того, у кого зарегистрирована торговая марка, а значит на руках есть свидетельство, имеет право, имеет право как раз, ну, возмущаться, да, писать претензии. Значит, для тех, кто ничего не понимает и никогда в глаза не видел. Что такое классы, ребят? Классы, они сделаны, ну, Дарина, знаете, я всем расскажу. Это не просто, знаете, вот мне нравятся люди, а там написано слово «танцы». Вы знаете, там и слово «песня» не написано. Там написано развлекательное, там, продюсеры, там очень, понимаете, в мире же очень много сфер, и нельзя каждую из них выделить там, не знаю, а есть там сфера там, где, там, не знаю, пишу стихи, рисую умелым. Нету там такого. Там просто есть определенная, совершенно определенная, общая фраза, которая в себя включает. Если это концертная деятельность, она включает в себя и танцы, и песни, и на ложках, и грани, и какой-то там, то есть у вас есть очень много такого вот объема. Это не то, что там конкретно танец-болидэнс, или танец-вальс. Нет, не любой танец, это развлекательная сфера, концертная деятельность там и так далее. То есть никаким образом, если вы скажете, а я не болидэнс танцую, я танцую... Это все равно считается тот же класс, да. Это все равно считается, потому что этот класс включает в себя, вот, я называю это развлекуха. Развлекуха, концерты, еще там есть про образование тоже, чем тоже занимается Дарина, потому что образование, это как раз эти все ваши мастер-классы. Но там не написано мастер-класс онлайн, мастер-класс на дому. Там так не расписывают, понимаете? Поэтому очень просто ответ, что если класс попадает под эту сферу, и эта сфера конкретно, то все. Ну, так сложилось. Ну, не расстраивайтесь, знаете, не расстраивайтесь. Слов много в мире. Можно выбрать другое. Еще мне очень понравился там комментарий. Вот, пойдите к Ани Лорак. У Ани Лорак очень хорошие юристы. И в Украине тоже я знакома с этими юристами. Она может, но это не обязательно, регистрировать название своего проекта. Может, но не обязательно. Понимаете, вот есть вещи, которые вроде как очевидны для вас, да? А они на самом деле не обязательно. Вот, например, Дима Монатик, он зарегистрировал всего лишь несколько лет назад свое имя. А вы его уже помните, будто бы родился он сразу, да, с регистрацией. Или Оля Полякова. Она не сразу регистрировала, понимаете? К ним еще сразу не доходит. И я даже не хочу перечислять тех звезд, у которых нет регистрации, а вы все сидя, потому что они делают красивые баннеры, думаете, что у них она есть. А вот если она у кого-то есть, то вы об этом узнаете вот путем такого вот, знаете, правильный паблик называется «Подслушано». «Подслушано» и «Подсмотрено». Вот вы подсмотрели, вам рассказали, все поулыбались, поняли, что какая-то есть история. И теперь у нас есть повод с Дариночкой вот так вот в эфире с вами поговорить. Да, да, точно. Такой вот еще вопрос, тоже спрашивали, что да нет, это бред, может любая танцовщица назваться Дива Марине, Дива Виктория, Дива Оля и танцевать. Вот, допустим, у меня по России оформлена торговая марка Дива Дорина, которая уже как бы является моим брендом, с которым я уже работаю и путешествую по всему миру уже несколько лет. Имеет ли право какая-то девушка другая появиться сейчас и назваться Дива Ольга? Будет там Дива Марине? Будет ли это правильно? Да, значит, кроме того, что торговая марка регистрируется как название, которое вы видите в написании, у торговой марки есть очень классная еще охрана, она пишется в скобочках, это я уже как юрист говорю, потому что Дарина-то на откуп патентным поверенным отдала этот вопрос. А я рассказываю, как человек, который заполняет эти заявки. Так вот, там есть транскрипция, фонетика. Соответственно, если вы подумаете, да, ой, нифига, у нее на английском, я пойду на русском себе наклепаю, буду Дивой другой. Фонетика слова, ну так совпало, ну, допустим, в этом случае совпало, где-то, может, не совпало. Вот, фонетика тоже охраняется. Поэтому, когда вы идете и подаете торговую марку, похожую, добавляете другое слово, у вас противопоставляют, ну, потому что обычно, как бы, уважающие себя люди делают перед тем, как подавать и тратить деньги, поиск патентный. Смотрят, а не за это ли что-либо. Им выдают похожие, точно так же, выдают похожие в каких классах. А дальше вы уже, собственно, берете и понимаете, вы идете, так сказать, на риск или не идете, у вас какие там шансы. Так вот, когда возьмет, например, условно, в этом же классе, опять-таки, 41-й класс, да, идите себе, как говорится, в 45-й, назовитесь Дива-адвокат и регистрируйте в 45-м, или там в другом. Вам никто это не запретит, потому что если в 41-м уже занято, то даже если вы добавите какое-то слово, у вас все равно самая высшая охрана у первого, того, кто первый. Вот кто первый это сделал, ну, не попали. Ну да, вот как-то ждите, пока Дарина провтыкает 10 лет. Ей дадут еще потом годик на подумать, а когда она еще этот годик провтыкает, вот тогда вы можете забрать это слово себе, заплатить, конечно, денежку. Но это вряд ли. Через 10 лет все эти бренды будут греметь по всему миру, будет каждая собака, поэтому не дождетесь, дорогие друзья. Да, да, и, соответственно, возникает, да, тут спрашивают, я хочу назвать украшение. Опять, вы слышите, да, что я говорю? Когда речь идет о определенных классах. Да, под украшение у меня тоже есть класс. Я настолько себя запасила со всех сторон, что просто люди, которые сейчас думают о регистрации Дивы, я вам могу сразу сказать, у вас это не получится, потому что очень много классов зарегистрировано по Диву, по Диву Дарину, Бей Диву, то есть по всем классам я сейчас... Да, еще раз, да, тут задают повторный вопрос, еще раз хочу объяснить, что смотрим на территорию, не знаю, Дива Марине, я не в курсе, может, она на территории такой страны, где она еще может успеть это зарегистрировать. Второй вопрос. Добавляя что-либо к слову, измените его написание и звучание, напишите его иначе, сделайте, например, какой-то другой логотип, сделайте основу какую-то, спрячьте, не делайте акцент на том слове, на котором уже сделана регистрация. Ну, то есть есть просто определенные типы регистрации, самая высшая охрана у того, у кого обычное слово. Оно не нарисовано, не с картинкой. И если у него вот обычное слово, оно максимально дает защиту. У Дива 41 класс, дальше там у Дива Дарина. Другие классы, например, вопрос украшения Crystal Diva. Если содержит в себе Дива, и вы не претендуете, в 41 классе нет украшения, я вам точно могу сказать, в 41 класс украшения себя не включают. Можете быть себе Crystal Diva, но в другом классе есть класс для украшений. Вы только когда используете непосредственно вот это слово в классе, как у Дарина. Но если вы захотели назваться Дива Дарина, и вы захотели еще так использовать, то вы как бы не можете. Ребята, назовите Crystal Diva, но все равно добавьте Crystal Diva Дарина, где есть класс украшения, вам это не поможет. Нарисуйте там бриллиантик, это тоже не поможет. Поэтому подавать в суд, кстати, или не подавать, Это как раз нам отвечает администратор паблика подслушанно. Ну, отлично, да. Знаете, я рекомендую, если у вас так много вопросов, запишитесь на личную консультацию. Она платная, если у вас есть деньги, да. Вы можете записаться. Я отвечаю на вопросы, которые у нас там, так сказать, актуальны. Потому что людям должно быть интересно, а вот этот вот, так сказать, между собойчик. У вас тоже, вы писали, есть юрист, я думаю, юрист может профессионально вам ответить на эти вопросы. Я отвечаю на те вопросы, которые реально очевидны. Вот есть интересные, которые ребята задают. Значит, если сочетание, то вы должны понимать, что слово «Дива» в 41-м классе не берем. Берем в другом классе, в каком-нибудь первом классе, не знаю, делаем все другое, да. Если хотим заезжать на территорию «Дива Дарина», что это просто сделать? Смотрите, связывайтесь с тем, у кого торговая марка. Здравствуйте, я тут хочу вот это делать. Вы не против? Значит, помимо того, что обсуждаются финансовые условия, подписывается лицензионный договор, по которому вам дают право на определенных условиях использовать это название. А вдруг вы понравитесь Дарине так, что у нас как не вопрос, снабжайте меня этими украшениями, платьями, которые вы хотите делать, или там, не знаю, что угодно, или там, ну какая-то будет история. И это не значит, что вы никогда не можете. У вас просто есть уже обозначенный человек, у которого есть документы. На территории захотели, обратились, человек вам сказал, пожалуйста, я согласна, вот договор, ничего личного, занимайтесь. И у вас будет официальное право так делать. Это касается точно так же, например, каких-то публичных мероприятий. Значит, у нас нет такого понятия, как вот паблик, например, защитила конкретно паблик, или там какой-то семинар. Есть общие фразы. Ну вот шоу-бизнес так включили, в 41 класс, ну просто надо вот как бы все, забыли, да? Вот он там есть, и там нет такой супер-детализации. Вот в чем дело. И вы не ищите ее там, и не придумывайте то, чего нет. Почему Дорида не подает на Ани Лорак? А это может быть неинтересно. Может это быть неинтересно. А с кем хочет в той сфере и воюет. У меня есть право, у меня есть право, возможность закрыть и танцевальные школы в Украине, которые называются Дива, или там Дива Дарина и там Би, Дива, что-то связанное с Дивой. У меня есть право закрывать салоны красоты, которые принадлежат тоже в том же классе, в котором у меня торговые марки защищены. У меня есть право подать суд на Диву Марине. У меня есть право это делать. Если я этого не делаю, возможно я сейчас, может быть я уже подаю, да? То есть, но у меня это право есть. Да, тем более, да, тем более, это мое право. Да, очень-очень, тоже такое, знаете, опять-таки, включу юриста немножко, некорректно спрашивать, сейчас на кого кто подает. Во-первых, до вынесения судебного решения, которое вступило в законную силу, это уже даже из апелляции, из высшей инстанции, разглашать ход дела, материалы дела, и что как происходит. Во-первых, нельзя, потому что я как адвокат, вам это запрещаю делать, вы мешаете моему процессу, вы мешаете, может мы проиграем из-за того, что вы так разглашаете. Во-вторых, нет пока на руках вступившего в силу законного решения, поэтому зачем об этом рассказывать. А просто, ну, как бы, согресать воздух, это уже не того уровня. Ну, может быть, как бы, у кого-то есть еще такие желания, у Дарины уже немножко другой уровень коммуникации. Если понадобится урегулировать вопрос с кем-либо, мы еще знаем, что есть коммуникации, переговоры. Вот это, кстати, то, с чего начала этот процесс в этом паблике Дарина. Просто переговоры. А дальше случилось самое интересное. Вот, да, да. А дальше случилось самое интересное. Выложилась публично переписка в личных сообщениях. А я сейчас всем рассказываю. Пока это было в личке, то вы хоть называйте, как хотите друг друга, да? Но когда вы без ведома, без ведома нельзя записывать на камеру без ведома, выставили, там, приходить с диктофоном, тоже нельзя и говорить. И после того, когда и выкладывается тоже без какого-то ведома, личная переписка. Это тоже нельзя делать. Кому интересно, это не только с Дариной нельзя делать. Это, в принципе, не делают. То есть это специально такая вот была история, манипуляция, которой воспользовались. Поэтому ответ мой однозначный на вопрос по торговым маркам уже услышали. Классы, территория, и вы ограничены этими там регистрациями. А второе, нельзя выкладывать без разрешения переписку. Тем более, если это еще на всеобщее обозрение, неграничное количество людей читает, точно так же и это репутационные риски. То есть в данном случае человек может подать в суд за нарушение прав его, соответственно, по чести, достоинству, деловой репутации, потому что паблик посвящен конкретно, ну, собственно, работе, да, человека, которому, в общем, идет речь. Поэтому, да, на будущее просто знайте, что это является прямым, скажем так, посылом для того, чтобы потом просто даже блокировать или делать какие-то неприятные вещи, а юридически это можно делать, если кто-то думает, что интернет не урегулирует никогда в жизни никто. Вот буквально недавно я, вот это, кстати, тоже история, когда даже в ТикТоке, так чтобы вы просто понимали, в Украине есть такие преседенты, это когда вы копируете идею, да, вот идея просто подставляете себя и говорите то же самое или танцуете то же самое в ТикТоке. Так вот, я вам тоже рассказываю, ребятки, так вот тут как бы заблокировали на 300 тысяч подписчиков, на 300 тысяч подписчиков в ТикТоке барышню одну, потому что на нее через юриста по авторским правам, пожалуй, другая девушка, которая оригинально придумывала свои сюжеты для ТикТока, а та думала, так а в ТикТоке все копируют, вот ответ, а в ТикТоке все копируют, то точно такой же ответ, а в ВКонтакте все копируют, а все незаконно слушают музыку, а все делают все то же самое. Это же не аргумент, поэтому нельзя так делать и может прилететь, в том числе с закрытием групп, аккаунтов, раскрученных аккаунтов, за которые, ну там, все, собственно, борются. Вот, так что, ну, это такой ответ сразу на вопрос. Да, что касается, кстати, вот музыки, авторского права, всего остального, вы можете посмотреть у Юлии, у Юлии на Ютьюбе, очень, опять же, напоминаю, есть очень интересный канал, где очень много ответов на все эти вопросы. Юлия рассказывает все очень-очень подробно, детально, легко, просто. Вот, я вижу, что спрашивают у нас танцоры, в Украине можно требовать ройалти за хореографию, движения танцев, которые защищены авторским правом. Вот перед тем, как вы ответите, я хочу сказать, что мы с Юлей собираемся сделать прям целый выпуск в будущем на Ютьюб-канале, как раз, где мы будем обсуждать не только данную ситуацию, ну, не данную ситуацию, у нас сегодня так вот эфир посвящен вот, такой тизер, тизер большому проекту. Да, а вот уже, а уже непосредственно выпуск мы уже там будем затрагивать намного больше интересных тем вот для хореографов, для танцоров, и вот у нас такой вот вопрос насчет ройалти. Да, вопрос, ну, вопрос на самом деле, ну как, грустно отвечать на него, что нет, у нас борются за свои права музыканты, борются за свои права немножко меньше, но все же там по аудиовизуальным произведениям, по картинам, по фотографиям, но что-то у нас с хореографией как-то не сложилось. То есть все думают, что вот эти все движения никому никак никогда не защитить, а ведь защищается не отдельное движение, ну там, танцевали бедрами, да, а последовательность построения, которое вы, если я правильно понимаю, делает рисунок танца, который потом как раз имеет свое название и имеет свою последовательность. Вот эта последовательность и охраняется, и должна охраняться. Поэтому когда, даже вот сейчас, внимание, когда вы используете чужие вот такие связки или ваши используют, то, конечно же, можно блокировать через видео в Ютубе, которое будет, ну, конечно, блокироваться. Во-вторых, можно просто, ну, лишить человека как условно заработка, потому что если он выстраивает целый концерт, который строится на чужих танцах, и, кстати, не такая большая проблема получить это разрешение у хореографа, постановщика и указать потом его обязательно в титрах. Но у нас же просто про это никто не знает. Вы сейчас, наверное, должны узнать, что у вас есть на этом все права. Поэтому тут, да. Такая важная тема, вы себе не представляете, насколько у нас с этим большая проблема в наших странах, потому что я сталкиваюсь постоянно, я вот ставлю хореографию, я их преподаю, выкладываю видео, всегда прошу, что если вы используете хореографию, обязательно указывайте мое авторство. Я не против использования моей хореографии, но только при условии, что мое авторство должно указываться. Что я вижу? Выкладывается видео, моя полностью хореография, последствия, последовательность движений, рисунок, и мало того, что иногда даже не пишут авторство, но еще и пишут, что автор постановки девушка, которая танцует. Хотя там была хореография уже была выложена там год назад. Как с этим бороться, что делать, это вот самый главный вопрос в нашей сфере. Как защитить свою хореографию? И вот как раз та история, когда кто-то выкладывает и подписывает с собой, это пример, вот все спрашивают, что такое плагиат, вот это он. Вот плагиат, это когда вы чужое берете и вы даете за свое. То есть, это однозначный пример, когда так делают. То есть, у автора, даже если вы берете хореографию уже умершего хореографа, но есть у него такое право быть автором, да, и оно никак не передается, оно должно быть у автора всю его жизнь. И после смерти за это право борются наследники. То есть, вам может прилететь, даже если умерший автор, но у него есть наследники, которые борются за то, чтобы репутация конкретного автора соответственно, была поддержана на должном уровне. Нельзя просто так взять и вписать себя только потому, что с каким-то таким у вас, скажем, желанием присвоить кому-то что-то. Вот. И самое интересное, что как раз бороться с этим будет тяжелее всего, потому что для того, чтобы признать плагиат, нужно только идти в суд. И только суд может признать что-либо плагиатом. Но как можно сделать? Можно блокировать контент. Вот это очень действенный способ, ну, помимо того, что можно просто написать. А второе, с тем, что можно блокировать контент и таким образом жаловаться по нарушению авторских прав. Но то, что мы обсуждали еще с Дориной, что танец, он как-то не существует отдельно от музыки. Да, вот вы же себе слабо представляете видео, на котором просто двигаются, но не включают музыку. Ну да. И очень важно, когда вы защищаете видео, просто в Ютубе тоже есть особенности, неотделимые разные типы объектов авторского права, так называемых. Вот есть танец, а вот есть музыка. И очень часто, вот даже тут пишут, я вижу, что блокируют там музыку, когда в сторис выкладывают. Да, блокируют, потому что и в ТикТоке тоже начали это делать. Для коммерческого использования вы должны получить разрешение, а те, кто использует чужую музыку, ну косвенно они же платят за это. Поэтому тут надо еще правильно. Смотрите, спионерили хореографию, вам простили, но музыку-то вам точно не простят. Но в любом случае это будет налажено, если будет частое обращение конкретно на это внимание. То есть я думаю, другого способа не появится, как сами хореографы ну соответственно берут и используют чужую музыку, например. Ну это все ну такая знаете сложная тема, но пока хореографы даже не задумываются над этим. Я ну сколько общалась с ребятами, они как раз тяжело идут на контакт, но они говорят, ну ничего, мы еще попридумываем, да, ну пусть берут. Но на самом деле защищать как раз права можно через вот такие вот блокировки, по крайней мере, если там есть такая возможность доказать, что это ваше произведение. Легче всего доказать, когда у вас Танет зарегистрирован, но можно и не регистрировать, это не обязательно. Если у вас есть видео, которое по времени, ну, соответственно, выложено или есть, или уже как-то у вас там записано ранее, то, соответственно, вы можете и не париться, даже им воспользоваться, потому что регистрация, ну, например, не каждый сможет дорогостоящая, может кому-то процедура или длительная там, вот, и сделать такую регистрацию. Так что, ну вот такой ответ. К сожалению, хореографы и танцоры пока что не могут в должной степени себя так защитить, как хотелось бы, как за музыку. Музыку прям сразу блокируют, так что не удивляйтесь, если в Инстаграме, как вы пишете, у вас что-то там не работает, и музыка не отображается в определенном регионе. Вот интересный вопрос, тоже там в комментариях писали, что вот Дарина так яро защищает свои торговые марки, но сама иногда не подписывает в Инстаграме, кому принадлежит музыка или там в Ютубе. А я вот хочу тоже сказать, что со всех моих видео в Ютубе, чтобы просто люди понимали, потому что люди не разбираются, со всех моих в Ютубе видео, которые набирают там 15 миллионов просмотров, 10-20 миллионов просмотров, полная вся монетизация, то есть денежки идут к композитору. Поэтому вот такой вот вам вопрос, обязательно ли мне указывать авторство музыки или оно уже как бы в принципе в Ютубе оно показывается, если там в Ютубе какое-то видео, там нажимаешь там подробнее, сразу лицензия, которая принадлежит кому музыка. И плюс идет монетизация отчет композитору, то есть обязательно ли нам танцорам указывать композитора или нет? Это не является обязательным. Да, значит указание, есть такая отсылочка в законе, она для Российской Федерации актуальна, для Украины, что указываем автор обязательно, если есть такая техническая возможность. Указание автора происходит как? Мы называем, значит, мы называем произведение, кто автор, и дату первого публикации, ну, когда оно было создано. То есть мы можем это дополнительно, технически, если позволяет. Ну, например, у вас не настолько длинное описание, чтобы уже не хватило символов. Ну, только если в этом случае, да. Или же у вас, ну, я не знаю, какое-то такое выстраивание того, как идет описание, может быть, будет в ролике. Но, в принципе, если вы хотите, хотите сделать так, чтобы у вас не было вообще никаких вопросов, но оно и так в Ютубе действительно право, что оно отображает, то вы можете сделать еще дополнительно это указание. Я всегда советую указывать, чтобы потом не возникло вопросов с неимущественными правами, то есть правами автора, которые от него неотделимы, и там, наследники или его представители не имели к вам вопросов. Я бы советовала это ребятам, хореографам делать. Иногда просто песни не все идентифицируются, иногда берут с бесплатных аудиобанков, и там вообще непонятно, что это за музыка. Она подходит по ритму, но она никак, ну, в общем, ничего, скажем так, не указано, да, откуда она взята, что там сделано. Поэтому я бы еще лишний раз указывала. Юля, простите, хочу ответить на вопрос, который вот уже пятый раз очень-очень бурно вот спрашивает, интересует администратора паблика. Хочу посоветовать администратору паблика перейти на ютуб-канал Юлии, где вы можете увидеть целую рубрику, где Юлия рассказывает о юридических всех вопросах вместе со звездами, о которых вы и говорите. Поэтому вы не переживайте, уважаемый администратор паблика, переходите на ютуб-канал, в рубрике, у Юлии есть целая рубрика, где приходят звезды и общаются с Юлей, и спрашивают ее важный вопрос. И, кстати, когда они приходят, они подписывают со мной соглашение, потому что я имею право использовать это видео, рекламировать его с ними, и использовать так, как их имя, ну, извините, я не сапожник без сапог, имя и то, что они дали на это все согласие. Да, если мой противный голос там кому-то не нравится, то я уж извиняюсь, тогда вам придется перекрутить. Мои высокие вибрации нравятся обычно тем людям, которые умеют слушать суть. Ну, я не виновата, если суть вам неинтересна, а вы за вибрацией голоса. А на счет, если вас записывают, используют против вас. Смотрите, ребята, очень важно, что когда кого-то записывают, ну, вот так суть, представляете, какая логика, да, если вы хотите кого-то записать, уличить в чем-то, вы должны предупредить про запись. Вот представьте, да, я прихожу разбираться, и как я ему скажу, что я пришла разбираться, я его записываю, он же мне не разрешит. Ну да, но в суде использовать то, что вы записали из-под полы, как делают некоторые журналисты некоторых каналов, так нельзя, потому что тогда эта запись не будет иметь никакой силы. То есть, если вы захотите или вас записали против вашей воли, использовать это видео не имеют права удалить его обязанные, они куда-то выкладывают, вашего разрешения не было. Каким должно быть разрешение? Когда вы включаете диктофон или видео, первое, что вы должны на нем сказать, здравствуйте, меня зовут так-то, дата сегодня такая, я нахожусь с таким-то человеком, с его разрешения делаю эту запись. Запись включена. Вот таким образом вы приходите, например, это, кстати, классный лайфхак, когда вы приходите к кому-то на собеседование. Например, вам нужно поставить постановку хореографическую, вы ведете беседу, но еще контракт не подписали. Но я советую подписывать, конечно, о неразглашении, чтобы потом услышанное, подслушанное, пусть будет еще в рамках нашей, подслушанное, вы не использовали против вас без вашего участия. И вы таким образом говорите, я вот сейчас с вами веду переговоры, я вам рассказываю свои идеи, идеи авторским правом не охраняются, я переживаю, со мной контракт еще не подписали, я вам тут уже порассказывала, какая у нас будет безумная хореография в нашем телевизионном проекте или каком-то другом. И таким образом вы себя страхуете от нерадивых организаторов и вот этих нахлебников-продюсеров, потому что после того, когда такое будет, вряд ли уж они захотят потом доказывать о том, что у вас, ну, соответственно, есть какие-то уже моменты с нарушением, потому что, ну, вот сами же они попали в эти нарушения. Поэтому не переживаем, если вас записывают и использовать против вас не могут, если вы не давали согласия. Плюс еще можно всегда сказать, мы сделаем экспертизу этой записи и посмотрим, может, там были, там, не знаю, результаты монтажа, там, был ли это мой голос, ну, неизвестно, а вдруг человек подставил, там, какой-то дипфейк еще сделал, ну, а мы же не знаем, поэтому за это можете не переживать. Очень интересный вот вопрос у меня тоже возник насчет видео на фестивалях. То есть мы, когда, вот мы танцоры, преподаватели, когда вот путешествуем на разных масштабных фестивалях, у нас одним из нашей работы является, кроме мастер-классов и преподавания, это показательное выступление, галоконцерт называется, где мы выступаем со своей программой. И все организаторы, естественно, записывают это видео, записывают галоконцерт. Вот такой вопрос, кому принадлежит право на это видео? Артисту или организатору, организатору фестиваля? Нужно ли это как-то обсуждать, подписывать договор, что это видео тоже принадлежит артисту? Вот как это, вот этот момент? Да, значит, тут момент первый, это вы, когда куда-то едете, у вас должен быть договор с организатором, где обязательным пунктом, каким-то там разделом, третьим, пятым, будет об интеллектуальной собственности. Во-первых, нужно предупреждать, что ведется телевидеосъемка. И во-вторых, вы должны знать, потому что есть еще такие ограничения, например, не разрешают снимать зрителям, или разрешают, но не разрешают выкладывать, или есть аккредитованные журналисты, которые еще снимают, потому что есть же разные телеканалы, которые в этот момент, например, будут присутствовать и снимать. Значит, во-первых, вы должны, подписывая это соглашение, вы должны дать разрешение на свою съемку, то есть, ваше лицо является вашей собственностью, и ваше исполнение это объект, сейчас загружу, конечно, смежных прав. Вот, то есть, и авторское право на хореографию, смежные права на исполнение ваше там движение, танцы, и, соответственно, у вас должны попросить на это все разрешение, потому что, опять-таки, использовать просто так не имеют права. И вот, исходя из этого документа, можно делать уже вывод, если используют и не подписывали такое, то, конечно, права не имели. А если, например, есть моменты, очень много разных ситуаций, например, как-то корявок смонтировали, что-то так как-то сделали, то об этом тоже стоит сделать правки в договоре, чтобы предфинальную версию, если есть такая возможность, повторюсь, не у всех всегда она есть, дали на просмотр, например, только вашего кусочка, но вы беспокоитесь, чтобы оно выглядело прилично, достойно, и не смонтировано так, как-то по корявому, что вы потом ничего не сможете сделать. Потом, следующий обычно вопрос, тоже вносятся в правки, чтобы вы могли выложить у себя это видео, потому что если права будут принадлежать, вы издали свое изображение, свое право записать себя, а создано было потом произведение в виде видео, оно будет принадлежать компании, которая у вас там организатор или продакшн, а после этого, когда это все случилось, у вас возникает желание, конечно же, разместить это у себя, и вот правильно, как разместить, чтобы не скрывать плашки телевизионного канала, подписывать продакшн, но если вы это разместите у себя без разрешения, ну, вам нужно спросить и договор, который вы вам дали почитать, вы бы туда вписали, с возможностью разместить у себя и указывать и свой ютуб канал, например, или соцсети. Так вот, когда вы это размещаете, вы все указываете и попадаете в white list, который, ну, позволит вам, именно конкретно эта организация или продакшн, использовать это видео, вы на нем не будете зарабатывать, но это будет ваше промо. Если просто бывают ситуации часто, что ребята пошли, выступили на каком-то там огоньке с танцем, да, а потом не смогли, залили себе, а им пришло страйк о том, что это не ваше видео, а там же я, а как же быть? А так и быть, что ты там, но ты подписал договор, ты его не прочел, ты не внес туда всякие пункты, которые нужны, и у тебя не появилось вот такого права, но размещать вы можете, часто, очень часто разрешают размещать, но права будут у той компании, у которой, ну, которая по договору как раз и создаст это уже видеопроизведение, так что тут можно не переживать. Тут написали, что адвокат, видимо, не в курсе постсоветского менталитета, совершенно этого не не следует. Я хочу сказать, что если вы не образованы в данной теме, если вы не знаете прав, если вы не знаете законодательства, если вы не знаете вот это вот все темы, то это не проблемы людей, это ваши проблемы. Вы должны быть, вы должны быть образованы в этом всём разбираться. Поэтому, как бы, да. Ой, классный вопрос насчёт фотографий в зрительном зале на концерте. Смотрите, если у вас было предупреждение до товарищей зрителей, и где-то везде было, и у вас на билетике, вспомним, что мы ещё когда-то ходили с вами на концерты, значит, на билетике с обратной стороны или на онлайн купленном билетике фото-видеосъёмка запрещена, да? И если вдруг так написано, то, пожалуйста, не рискуйте и не делайте фотографии, их удалить могут. Если так не написано, а вы используете в своих личных целях, не знаю, сохранили себе навсегда в телефон или просто даже выложили у себя в соцсетях, но при этом у вас не было этого запрета, то, пожалуйста, фотографируйте. Но, опять-таки, если покупили вы билет на шоу, это не значит, что вы там всех должны фотографировать и выставлять, потому что я, когда увижу, например, будучи звездой, что мне не нравится, как это там выглядит фотография, могу запретить и тоже попросить или просто стрекануть эту фотографию или видео. А если у каждого человека, в принципе, даже не будучи там известным, есть право на его изображение. То есть для этого не нужно, скажем так, искать каких-то поводов, оно продиктовано Конституцией. Поэтому в данном случае будет не лишним. Если вы, например, еще тоже так часто делаете, делают фотографии, отмечают человека, он может эту отметку, например, по этой отметке увидеть свою неудачную фотографию, попросить удалить или наоборот, еще поделиться этой фотографией, просить своих фанатов. Да, пожалуйста, фотографируйте, делитесь. То есть это все зависит от того, читайте вот эти правила. Ну это как, не знаю, проход на стадион с алкогольными напитками во время матча. И то же самое, все написано. Если вы прошли так, ну вот вам повезло, вас не проверили, но это не значит, что так можно. Право на изображение, это право не об авторском праве, это личное право любого человека. То есть каждый человек может запретить использовать свое изображение, в том числе делать какие-то странные фотографии, коллажи, ну а, например, мемы. Еще тоже есть интересная тема, когда с вашей неудачной фотографией еще мемы делают. Вот что, да, вот это вообще, да, тогда получается обидная история, еще на фоне всего еще и мемы получили. Я хочу сказать, что это все безумно важно, если вот хочу обратиться к зрителям, к девочкам, которые вот сейчас, восточницам, танцорам, которые нас сейчас смотрят. Это все очень важно, если мы хотим действительно быть частью шоу-бизнеса, а не художественной самодеятельности. Вы должны знать свои права, обязанности, знать их, как защищать. Поэтому все это очень важно. Вот, допустим, например, сейчас тоже вот спросили, как насчет копии костюмов тоже будем друг на друга подавать. Тоже хочу просто сказать, что вот вы, уважаемая вот Виктория, да, которая сейчас вот этот комментарий написала, когда вы создадите своими руками, своей головой что-то создаете и придумываете, это уже является вашей, как правильно интеллектуальная собственность. Верно? Это как бы является. То есть, если вы придумываете костюм, да, который имеет там какое-то оригинальное решение, естественно, ну, его не могут дальше использовать. Вот расскажите, вот я, допустим, придумала дизайн костюма. Что дальше? С костюмом, да, с костюмом интересная история, потому что, смотрите, есть, значит, те вещи, которые мы никак не можем себе присвоить, это части национальных костюмов. Была такая история, что кто-то хотел на себя кокошник оформить, а кокошник является частью национальных костюмов у разных, у разных совершенно, там, народностей и стран. Поэтому есть вещи, которые нельзя оформить на себя. Например, есть какие-то, ну, я не знаю, это как какой-то хиджаб, да, ну, тоже нельзя, чтобы принадлежало одному человеку. Это часть национального костюма. Ее не пропустят ни на какой регистрации, и вы за собой ее не закрепите. А есть, например, тоже вещи, которые, есть крой, вот рубашка, она шьется одним типом, или юбка, да, вот такие вещи простые вы не можете никак охранять. Но если это будет крой на уровне эскиза, а потом воплощение с оформлением, там, инкрустированием, и он будет оригинальный, не частью национального костюма, и при этом у него будет оригинальный крой, можно тогда эти детали защищать. Но будьте аккуратны. Тут я все-таки советую, знаете, нет отдельного ответа, если вы уже просто надумали защищать, а не просто, ну, спросили, если у вас действительно есть такой кейс, у вас есть классный разработанный костюм, то тогда лучше с юристом проконсультироваться, потому что какую-то часть можно, например, защитить, а какую-то нельзя. И, например, в танцах, да, есть такой тип одежды, в котором танцуют определенные танцы, ну, типа, другого просто нет. Ну, я не знаю, там, мужские такие же костюмы, женские. И вы не можете просто, например, есть танцевальная программа, есть определенный вид костюма, и нельзя, чтобы он принадлежал кому-то одному человеку в одной стране. Вы представляете себе тогда запретить вообще все конкурсы и участие всех в определенном виде костюма. Поэтому тут очень тонкая грань есть. То есть мы, смотрите, мы не доходим до абсурда, не доходим. Мы не истеричим, мы не делаем из всего какое-то прямо непонятно что. Мы говорили сейчас о названии торговой марки, говорили об авторских правах на определенные элементы. Мы можем обсуждать сейчас и костюмы, но есть особенности. Но мы также сейчас пытаемся объяснить всем тем, кто еще не знает, как использовать музыку, как правильно защищать свои права. На таком вот примере, он так сам себе случился, просто из-за какого-то такого недопонимания. И так как это уже вылилось в публичное пространство, то таким же способом отвечаем на вопросы, но только их разжевываем. Ну то есть не в истерику впадаем, не сейчас не рефлексируем, не говорим, не кидаем, не забрасываем вот эти вот какие-то штуки, потому что мы же тоже не будем отвечать на каждый из вопросов такой. То есть если сейчас есть какие-то моменты, которые вам не нравятся, но так сложилось исторически, юридически, то мне кажется, что с этим спорить как-то странно. Говорить слово «дива» можно. Пожалуйста, вы можете говорить слово «дива», я уже говорила, потому что в контексте разговора это совсем другое использование. Вы никак не поймете, что такое сферы. То есть если я сейчас захочу выпустить, извини, Дарин, захочу выпустить серию молочной продукции, назову ее «дива» Дарина, Дарина мне ничего не сделает. Не потому что я адвоката лучше знаю, а потому что у нее нету класса молочной продукции. Понимаете? Если у Дарины будет класс, не знаю, там, когда-то этой, там, колбасных изделий, я обязательно учту этот момент. Но я выбираю те классы, я не смогу быть, там, артисткой, заниматься концертной деятельностью с таким, не могу, там, сделать какие-то шоу-бизнесовые мероприятия. Ну, другие могу, что-то не произносить слова, да. И тут мой менеджер, мой менеджер подсказывает, что у нас есть колбасные изделия тоже по Украине. Ну, что делать, значит, колбаса обменилась в бизнес. Да, то есть получается, что есть моменты, когда есть какая-то в этом логика. Да, правильно говорит Адик, все претензии в ВПО. Что такое ВПО? Это Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности. Ну, она придумала эти правила, елки-палки, смиритесь с тем, кто первый, тот и прав. Я всегда говорю, в авторском праве, прав тот, кто первый. В торговых марках прав тот и первый. Если кого-то что-то не устраивает, есть специально обученные специалисты, идем в суд и рубимся там до последнего. Причем закончится это все равно тем, что все придут друг с другом разговаривать. Каждый свое имя можете запатентовать, но не каждому его запатентуют. У меня был тоже там комментарий. Смотрите, есть имена, которые вам просто не дадут запатентовать. Ну, потому что для того, чтобы вам что-то патентовали, вам нужно выбрать сферу. Вот хорошо, вы выбрали имя, например, Николай. У нас есть там серия кондитерских изделий. Вы патентуете Николай, но вы же не патентуете имя ради имени. Вы его патентуете и используете условно для какого-то вида продукции или услуг. Например, какая-то юридическая компания Николай. Ну, пусть, пожалуйста, живите себе спокойно. Вы же просто поймите, что торговая марка – это о коммерции. Это не о том, что я назвалась Юлей. Что, Юля, в каком классе я зарегистрирую? Ну, в смысле, вы понимаете, что это вопрос такой странный. Вы выбираете сферу и живите себе в этой сфере спокойно. У Дарины всего 18 классов, а их 45. 45 минус 18. У вас, ого, еще какое поле для деятельности. Еще, да, так что не переживайте. У всех, так сказать, всем всего хватит. Были бы деньги. Написали, что ни один подписчик не сказал, что Дарина права. Я хочу сказать, что вот именно для этого мы и проводим этот эфир, потому что видно из подписчиков, сколько было там юристов, сколько было адвокатов, сколько было людей, которые разбираются в данной теме. Я думаю, что не было ни одного. Поэтому мы делаем вот этот прямой эфир для того, чтобы вам рассказать, как обстоят дела на самом деле, какие есть правила. То есть именно для этого мы сейчас и разговариваем с вами. Да. И еще вот такой вот момент, когда, значит, говорят, что там как доказать, вот, например, что у тебя есть там право на что-либо. Помимо того, что рассказывают, я пошел, спросил у подруги, проконсультировался у какого-то специалиста, то есть специальные документы, да. Вот, например, когда у вас возникнет ситуация, где вы можете однозначно себя защитить, это если про права, то там договоры могут быть, регистрация авторского права. Про торговые марки это только свидетельство. Другого варианта быть не может. Бывает такое, что пишут ТМ вверху и значок Р в кружочке. Это значит торговая марка, и она зарегистрирована. И вот когда вы это видите, то, скорее всего, даже если, бывают такие люди, слушайте, у меня много было. Вот, они такое пишут, а регистрации нет. А, я забыла, что оказывается это пишется только когда есть регистрация. Поэтому вы, когда вас, ну, знаете, как берут на понт, подождите, то вы запрашиваете документы. И поверьте, когда вы посмотрите документы, все станет ясно. Ну, не на фотошопе же будут они их делать. То есть потом есть база, куда вы заходите. И по номеру свидетельства входите в базу и видите, что зарегистрировано, в каких классах и как. То есть вариант, а я не видела, а я тут не стояла, ну, как бы не катит. В Америке вот этот значок копирайта на акторское право, он, конечно, есть, он там, ну, работает, да. Для чего он нужен здесь тоже, да. Для того, чтобы вы видели, у кого права, акторские права. Но наши люди, они какие? Значок есть, права есть, а я взяла с интернета. Оно же там лежало. Ничего в интернете просто так не лежит. Оно там, если и лежит, то оно кому-то все давно принадлежит. Фоточки, музыка, видео, сочетание танцевальных движений, различные там как-то сумасшедшие постановки, костюмы, шоу. То есть все то, что вы видите, оно чье-то. Просто когда значок авторского права, он нам просто быстрее путь этот дает, кому бежать. А на самом деле все уже давно у каждого в его, скажем так, руках, поэтому не переживайте, насчет этого со всеми можно свидаться. Я думаю вообще, что этот такой конфликт, да, он как плюс для всех. Одни поняли, как надо, образовательная часть, другие посмотрели, о, оказывается, в принципе, есть такие вопросы. О, ничего себе, молодец. Я думаю, там еще хватит как бы вопросов еще на 10 эфиров. Вот. И точно так же можно сделать таких эфиров. Вопрос насчет России. Смотрите, есть платные запросы для каждой страны. Называется патентный поиск. Можете погуглить. Патентный поиск позволяет заплатить денежку и проверить любое слово по фамилии или по слову, по фамилии заявителя или по слову, зарегистрировано ли оно за кем-то. Очень просто. Просто так зайти, конечно, бесплатно вам там никто эту информацию не выложит, но вы можете воспользоваться платным поиском и проверить любую страну, которая вам нужна. В каждой стране есть такие патентные ведомства, они так называются. В России это Роспатент, если интересно. В Украине это Укрпатент, в других странах другие названия. Поэтому, пожалуйста, можете через систему всемирную, пожалуйста, проверить. Кому-то, если слово скажет по мадридской системе, проверить, пожалуйста, тоже. Это все платно. Мы сейчас с вами не сотрясаем воздух, вы все тоже грамотные люди, знаете, можно проверить, да, и поэтому можете тоже проверить и по слову дива. Значит, насчет девочки, регистрируем слова, вы можете их зарегистрировать, как бы это не звучало иронично с вашей стороны, но можно зарегистрировать, только, пожалуйста, помните, в каком классе вы это будете делать. А еще, знаете, какой момент? Зарегистрировать это мало. Если вы регистрируете, но не пользуетесь знаком в сфере, в которой вы зарегистрировали, то через суд вас могут лишить этой регистрации. Так, на всякий случай. То есть, если вы зарегистрировали в сфере шоу-бизнеса, например, там, певица с именем богиня, да, богиня, богиня, богиня какая-то, но вы не поете, а просто из вредности это сделали и мешаете другой девочке с таким же названием, которая хочет тоже выступать, то вы вполне можете лишиться через суд такой торговой марки и плакали ваши денежки. Так что, когда есть такие предложения, они несут за собой ответственность. Поэтому, когда такое предлагаете, сразу же предупреждайте людей, что им еще придется научиться танцевать, петь и вообще все делать, да, с концертами ездить. А то, если они так делать не будут, их лишат этой регистрации. Вот. Поэтому все классно, да. Да, хочу сказать, что на самом деле тема действительно очень обширная, большая, безумное количество еще тоже осталось вопросов. И копаться в ней можно, долго-долго-долго. Хочу всем сказать, что мы обязательно с Юлией сделаем выпуск на ее YouTube-канале, который будет посвящен как раз теме, что связано с хореографией, как защищать. Вся тема артиста, танцора, хореографа. Мы будем это все обсуждать. Если у вас остались вопросы, к сожалению, мы не можем целый день просидеть в эфире. Вы записывайте ваши вопросы, отправляйте мне, я буду их выписывать, и мы обязательно их учтем, обязательно будем разбирать с Юлией на ее YouTube-канале. Или как у Юлии? Да, самых интересных мы даже... Давайте отвергнуть, да? Поменем, поменем от кого вопрос. Мы даже напишем там, например, там, Паша Иванов спросил такой интересный вопрос, ему летит от нас поцелуй. Ну, то есть мы сделаем интересно, тоже это будет нетривиально, ну, чтобы было понятно, как это происходит, то опять-таки можете зайти посмотреть. Это называется консультация, это не интервью, просто это как вот ко мне придет Дарина, задает вопрос, это какие задавали вы, поэтому интересно задавать их Дарине в директ, а мы разработаем такой небольшой сценарий, сделаем такую классную историю. Потому что, почему это возникло? Потому что очень многие не знают, что они имеют гораздо больше у себя в правах, и то, что они делают, это не просто кому-то нужно, это надо, во-первых, защищать, и самое главное, не сидите просто и не ждите, пока за вас кто-то это сделает. Вот принцип такой, никто за вас не принесет деньги за роялти, не принесут за вас торговые марки, никто вам не рассказывает. Сейчас Дарина делает колоссальный подарок, день танцев земерных, потому что она вам рассказывает, народ, алло, у меня вообще-то есть такой пример, и я на себе проверила, это не больно, не страшно, но и как помогает мне жить. Еще есть моменты, когда вы, например, делаете афиши в разных странах, и когда в афишах пишется на латинице название, есть законы о рекламе в разных странах, в том числе в Украине, и вы не имеете права написать на афише слово, если у вас нету зарегистрированной торговой марки, и поэтому иногда просто даже пишут как-то коряво или там не используют, не потому что не хотят рекламировать или что, потому что не имеют права это сделать, большие штрафы очень, поэтому когда у вас есть даже такой на будущее акцент, то вы узнаете, и я думаю, что в скором времени те же Фейсбуки, Инстаграм и все соцсети будут очень тщательно проверять, принадлежит ли название, тому же названию аккаунта, и когда вы заказываете платную рекламу своих постов, уже сейчас это модерируется, через своих клиентов могу это видеть, некоторые не пропускают на модерацию, потому что они не доказывают свою причастность к этому названию, как доказать, вот торговая марка это проще всего сделать, поэтому не рискуйте, не создавайте такие аккаунты, в которых потом название вы не сможете никак оправдать, и появятся те, кто, собственно, с документами скажет, извините, мы не против, но как-то надо было спросить вначале, вот, я рада, если была информация полезна, но у нас еще столько есть информации, вы просто офигеете, давайте, наверное, сделаем пост, я после эфира, конечно, уже будет сохранен и выложен именно после конца эфира, он у меня появится на моей страничке, также я сразу сделаю пост, где вы, друзья, можете присылать все вопросы, которые у вас остались, вы можете подумать еще пару дней, может, у вас еще что-то интересное, какие-то классные идеи придут насчет вопросов, так что вы пишите под постом, мы это все будем читать и скоро выйдет выпуск на ютубе Юлии, подписывайтесь на него, я тоже в сторисах у себя оставлю ссылочку сейчас, так что будем со всеми вами на связи, будем просвещаться благодаря Юлии, Юля, спасибо всем огромное, вы просто из-за вашего дела, я очень рада нашему знакомству, я безумно благодарна за этот подарок и мне, и всем моим подписчикам, всем танцорам, артистам, это, ну, это действительно огромнейший подарок сегодня, спасибо вам, да, спасибо, тоже хотела сказать, что мой девиз всегда, рисковать нужно с умом, а защищать свои права никогда не поздно, даже задним числом, даже сегодня, когда вы поняли, о боже мой, надо это делать, и не важно, у какого юриста вы будете это делать, главное, сделайте так, чтобы вам было понятно, что все у вас сохранено за вами, и будущее за интеллектуальной собственностью, вы видите, как мы все закрыты в пространстве, и как важно нам правильно эту коммуникацию наладить, а выиграют из этого только те, кто умеет это все превращать вот в такой вот правильную форму, потому что, как говорится, див, конечно, много, мы с вами все дивы, но зарегистрированы в 41 классе почему-то только одна, а могли быть вы, поэтому очень-очень рада, что мы пообщались, и правда здорово так совпало, что и в преддверии, так сказать, и праздников, и майских праздников в том числе, мы поговорили о каких-то таких прекрасных вещах, и еще раз вспомнили, как важно защищать свои права, так что до встречи на страничках, там, да, уже знают, что там подвещают, сейчас я все сделаю, да, так что, да, смотрите стори, смотрите на мою страничку, и на связи с вами, спасибо вам огромное, Юлия, всего хорошего, да, пока, пока-пока,